МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Добрый день. – Добрый. – Уважаемые друзья, повод для нашей встречи – книга. Вот сейчас покажу вот такая книга. Книга называется «Листая памяти студенческой страницы». Эта книга увидела свет, если не ошибаюсь, буквально в апреле 2022 года. – 30. – 30 апреля, еще месяца не прошло. И я перед эфиром прочитала почти всю эту книгу. Вначале есть воспоминания всех вас. Думаю, ну, надо прочитать хотя бы, что вспоминают мои гости. А потом она так затянула, что я прочитала практически все, насколько хватило времени, тем более, что она вчера только попала мне в руки. И, знаете, я выпускник политехов. У меня другая школа. Но многие воспоминания в этой книжке как раз датированы тем временем, когда мое студенчество проходило. И такое ощущение, что я окунулась в этот дух, дух сохранился. И вот именно воспоминания, как будто бы много-много лет прошло, повернулось время спять, и я вновь оказалась в своей юности. – И у многих так, я скажу об этом. – Да, да, да. Давайте вообще-то, как пришла идея, начнем с того, как пришла идея, что нужно сделать летопись. – Это Валерий Львович. – Что пора начинать. – Я хотел сказать, Ирина Владимировна, но поскольку знаю тебя еще с времен комсомолок… – Да, комсомоловая судьба. – …поэтому буду назвать Ира. – Да, так и надо. – Прежде всего, я хотел бы не о книге, а о сегодняшнем дне. Сегодня большой праздник. И он имеет отношение и к книге, и к нашему университету, ко всем людям нашим российским, поскольку сегодня день Кирилла и Мефодия – праздник нашей письменности. – Да. – Поэтому вот так вот получается, что не случайно Господь Бог нам сегодня свел в твоей студии. – Слушайте, а на самом деле, ведь мы ничего не загадывали зрения, у кого как получается, да, вот получается, нормально-нормально встретимся. – Именно поэтому среди нас сейчас не присутствует ректор университета Елена Николаевна Васильева, потому что она принимает участие в традиционном шествии. – А, у вас шествие, да, ежегодное, да? – Да, сейчас проходит уже 12 часов. – А, студенты, студенты собираются, да? – А где шествие проходит? – От ректората до памятника Кирилла и Мефодия на проспекте Чайковского. – Ничего себе, это такой длительный путь. – Это традиционный такой проход. – Да, я в нём участвую вместе с нашим правящим архиереем, да, это красочно. – Уважаемые друзья, с праздником! – Спасибо. – С праздником давайте поздравим всех педагогов, всех, кто имеет отношение к вашему университету и студентам, естественно, и вообще жителей нашей родной Твери. – Да, конечно. – Я хотел бы сегодня ещё вспомнить об одном празднике. Только что, 19 мая, было 100-летие пионерской организации Всесоюзной имени Владимира Чалинина. Я присутствовал вот на этом большом, красочном, прекрасном концерте, который дали наши дети. Вы не представляете, насколько, во-первых, это был большой зал, это были люди, сопричастные вот с тем прекрасным движением, которое до сих пор нас не оставляет. Потому что все мы были в том детстве, для нас тогда ещё розовым, голубым, всякое было, вот, но это было время, когда мы уже начинали учиться работать в коллективе. И вы не представляете, сколько было людей, пионерок, ну, уже они старенькие, они уже, такая у нас есть ветеран Жукова, которая 91 год и вышла на сцену. – В галстуке пионерского. – А все были в галстуке. – Значки, да, ну, это вы говорите, что, да, что это не забыть, это уже внутри человека. – Это внутри человека. – Это уже невозможно ничем изжить, даже, как мы всегда говорим о комсомоле, да, кто прошёл эту школу. И недаром, да, ведь снова хотят возрождать детское движение под условным названием «Большая перемена». – Я тут ещё хочу пояснить, почему Валерий Львович вот о таком событии вспоминает недавнему, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к нашему информационному поводу. Дело в том, что он на должности президента Ассоциации выпускников совершенно не случайно, он не просто бывший комсомольский работник, а заведующий отделом студенческой молодёжи. То есть опыт у него профильный, он совершенно на своём месте на этой общественной работе. – Да. – Вот, ну и переходя уже к теме сегодняшней нашей… – А, ну тогда я вас прибью, тогда и с праздником пионерии спрашиваю. – Да, спасибо. – Конечно, и здесь кто из пионерии вышел. – Да, спасибо. И вот переходя уже к теме нашего сегодняшнего разговора, мне очень понравилось, что ты все нам перед началом сказала. Будьте открыты, будьте вольны в своих суждениях, ну, в каких-то границах, конечно, но я уже так себя и чувствую. Ты хорошо всегда ведёшь передачи, я чувствую вот даже твой настрой, когда слушаю Монте-Карло, и знаю, что ты всегда и поможешь контрольным вопросам. – Совсем недавно мне очень понравилась передача по политеху, где ты там признавалась в любви своему вузу, ты уже кончала политехнический институт, поэтому дай бог, чтобы у нас как бы вот связь такая родственная между нашими вузами только крепла, дай бог. – А она, я думаю, вот по воспоминаниям тоже, вот, как в некоторых воспоминаниях, обедали в одной столовой, там три поросёнка вспоминают, да? – Да. – Потому что, почему три поросёнка? – Потому что три вуза, которые расположены, политех, мед и университет, они соединялись там, вёсны, я помню, можно было попасть как на студенческие вёсны, все это было, струеотряды объединяли из разных вузов, все мы были вместе всегда. – Библиотека Горького. – Библиотека Горького, да, там собирали студенчество всего города. – Общий храм. – Да, общий храм. Так, ну давайте к книге перейдём, что за книга? – Ну, во-первых, ещё разик как бы хотел сказать, что идея эта пришла на одном из заседаний нашего Совета Ассоциации, идею высказала мой завиститель Маркова Валентина Дмитриевна, вот, и она действительно как-то вот всех сплотила. Вообще не зря Владимир Ильич Ленин говорил о том, что газета не только коллективный пропагандист, но и организатор. Поэтому пришлось поработать с авторами, это очень важно, чтобы люди, которые, во-первых, сели, напрягли себя, память свою сосредоточили, вспомнили, напечатали, передали. И как бы это уже большая работа, я бы сказал. Плюс ко всему, ведь то, что здесь написано, я бы очень хотел, чтобы многие люди прочитали. Мы в книге даём электронный адрес, где можно будет посмотреть. – Ознакомиться. – К сожалению, мы сейчас времена такие, что тиражи книг стали маленькие. – Вот, кстати, я искал, здесь тиражей не нашла. – Потому что в начале мы 50, а завтра я получаю дополнительно по разрешению нашего в Рио-ректора ещё 30. – Ну, то есть, практически, это раритет уже. – Главное, что она доступна в электронном виде, это звучит alumni.trersu.ru, если я правильно произношу, я английский не изучал. – Это просто сайт ассоциации выпускников Тверского государственного университета. Если сделать такой запрос, то обязательно попадёте на этот сайт, увидите эту книгу и что-то ещё. – То есть, она совершенно доступна. – Я просто хочу порекомендовать уважаемым телезрителям и радиослушателям, вот действительно стоит почитать, потому что вот все воспоминания очень небольшие, их довольно-таки много, и вот на самом деле, вот вы просто окунитесь в свою юность. – Замечательно. Уважаемые друзья, мы сейчас прервёмся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Здравствуйте ещё раз, мы снова в эфире, мы сегодня говорим о книжке «Листая памяти студенческой страницы». Только что мои уважаемые гости сказали, что даже ещё не было в УЗИ презентации этой книги, эта презентация ещё впереди. Мы сегодня первые, кто говорим об этой замечательной книге. Смотрите, книга не очень толстая, это чтобы народ не испугался у нас, что читается на одном дыхании буквально, это наша юность, это воспоминания выпускников Тверского государственного университета, и сегодня у нас присутствуют все авторы идеи, что называется, те, кто создавал эту книгу, и все члены ассоциации выпускников. Вот сразу бы вопрос, потому что сейчас очень много разных общественных организаций, в чём польза, в чём необходимость была создания этой ассоциации, и в чём реально помогаете и студентам, и педагогам, для чего? 20 декабря 2019 года на заседании учёного совета нашего университета тогдашним ректором, ныне сенатором, Скаковской Людмилой Николаевной было предложено создать такую ассоциацию, и вот поручили мне организовать её работу. С этого времени уже прошло три с небольшим года, и я должен сказать, что я знаю и по другим вузам, какая обстановка. Думаю, может быть, это не скромно будет, что у нас в университете одна из лучших, наверное, ассоциаций, может быть, северо-запада даже. А вот одна из лучших ассоциаций, в каждом вузе, что ли, есть такая ассоциация? Есть в каждом. В вашем родном вузе тоже есть такая ассоциация, но вот когда мы изучали этот вопрос об организации своей ассоциации, посмотрели, она там очень тяжеловесная, это организация в виде ООО, там, где должны быть вступительные взносы, там, где должны быть бухгалтеры, прочее, прочее. И вот так, на мой взгляд, судя по сайту, я понял, что она, может быть, и не очень работает. Не хочу никого обидеть. Да, учредить ассоциацию, это дело не так уж сложное. Важно, как она будет работать, как она на сегодня работает. Конечно, для чего? Для чего это сделано? Самый убедительный пример – это высшая школа экономики, Ясин, который учтедил в свое время. Там вообще в структуре заведения существует отдел по работе с выпускниками. Ну, это не ассоциация, но штатный отдел. Ну, понятно, там своя специфика, может быть, там это и бизнес-связи еще, кроме того. Ну, наверное, того, что... Вы меня удивляете. Несколько лет назад я шел по коридорам Нижегородского университета и наткнулся на дверь. Про ректор по работе с выпускниками, работодателями, и, господи, еще какой-то вопрос у него был. Да, согласен, это еще громче, да. А, ну, кстати, я бываю, когда в вузах, и вообще, вот, ко мне приходят руководители, либо в вузах, либо, ну, где кто учится, да, ребят? У меня первый естественный вопрос, а вы связь-то поддержите, кого вы выучили-то, да? Ну, надо каким-то образом следить, куда дальше человек, правда, пошел. Ну, конечно, студент, он студент. А главное, это будущий продукт вуза. А будущим продуктом есть чему гордиться вашему университету. У нас, честно скажу, что действительно, вот, мы, составляя списки наших выпускников, особенно, вот, увлекается этим делом наш уважаемый профессор Орлов, он создал фотогалерею успешных выпускников нашего университета по всей России матушке. Ничего себе! Юрий Дмитриевич, а успешные, это что? Галерея называется известный, выпускный университет. Известный, но который на слуху. Я вам скажу, что значит успешный. Герой Советского Союза Богославский Владимир Григорьевич, герой социалистического труда Смирнова Антонина Ивановна, конструктор ракетной техники Душкин Леонид Степанович, известнейший блогер, кинорежиссер Доля Сергеевич, значит, писательница Лаксдень Гайда Рейнгольдовна. Это все ваши, ну, Лаксдень, она еще педагогическая, потому что университета. Олимпийские чемпионы Юрий Михайлов и Наталья Непряева. Ничего себе! Да и ваши руководители, да и ваши руководители Девяткина и, значит, Нечаев. Нечаев, Дима. Это тоже? Это тоже наши. Да, ректор вашего родного университета Андрей Викторович Ствардовский, выпускник нашего университета. А вообще галерея большая? Сколько вы так вот ориентируете на вскидку персонали? Около трехсот. Около трехсот? И сколько лет вы создавали эту галерею? Ну, я думаю, года, наверное, три это все было. Вот как создалась ассоциация, да? Нет, это чуть-чуть раньше. Собирайся? Раньше это было начато, но вот потом это дело ассоциация взяла под свое крыло, под свой контроль. Вообще, вот как человек, обеспечивающий связь руководства университета с ассоциацией, я скажу, что это было одно из очень удачных начинаний. Очень удачных начинаний. Вот помимо развития этой галереи, о которой я вам сказал, стоит упомянуть о замечательной инициативе ассоциации связи с выпускниками школ, профориентация. То есть ассоциация провела, ассоциация через свои связи, через старых комсомольцев, через своих знакомых в разных районах области, провела уже несколько встреч, сколько я не помню, Валерий Львович точнее скажет, с учителями, с учительским активом в Лихославле, это где я был, и в Вышнем Волочке. И Ржеве. Вот видите, еще было в Ржеве. Это такая профориентационная работа. Это работа с учителями, это работа о том, где говорят, что нужно вам от нас и что нужно нам от вас. Вот такие вопросы мы там друг другу можем спокойно в такой обстановке задать, сказать. Я приведу такой пример, вот в прошлом году при помощи моего хорошего знакомого, земляка Константинова, зампредседателя законодательного собрания, мы провели такой, при его помощи, административный ресурс был его, мы провели в Ржеве такую встречу с директорами школ города, района и техникумов, теперь колледжей. Вот, и вы знаете, если до этого я сравнивал цифры уже в этом году, у нас было, допустим, поступало порядка 150, то после этой встречи у нас поступило 250. Ничего себе, значит, реально уже. Это реально, да. Реально работает. И вот очень... И вот очень хорошая была встреча в Вышневолочке, это было буквально три недели назад мы ездили, поддержала нас глава администрации Вышневолочка, очень толковый человек, считаю, администратор хороший. Мы собрали опять всех директоров школ города, района, теперь это округ Вышневолодский. И я думаю, что у нас будет толк от этой поездки. Тем более, что я позвонил замминистра нашего образования, Калининой Ольге Евгеньевне, она нашла время и приехала на эту встречу. Это очень важно. А, кстати, вот мы говорили, я, Саша, хотел что-то сказать, буквально на секунду. Сказали, вот называли фамилии известных выпускников, а они связь-то обратную поддерживают, каким-то образом с ними... Может быть, когда-то навещают, может быть, встречаются с теми юными, неопытными вчерашними... Ассоциация над этим работает, это будет налажено. Очень многие поддерживают. Доля выпускник физико-технического факультета. Он несколько лет назад, недавно, не могу сказать, но недавно выступал на своем родном физическом факультете. Недавно произошла встреча, происходила встреча с Непряевой. Но Непряева еще наша героиня, да? Конечно же, на фоне ее успеха. Но это тот, Вы правильно совершенно сказали, это то направление, в котором нужно работать. Я вот хочу добавить по поводу именитых, знаменитых выпускников, можно сказать, что они есть в каждом ВУЗе. Вопрос об их количестве и уровне качества, что ли, скажем так. У нас ведь преподаватели многие ушли на федеральный уровень. Это Расторгуев, Валерий Николаевич, это Шелихов Александр Михайлович, это недавний буквально ректор Людмила Николаевна Скокосова, она теперь опять сенатор. И вообще, мы даже не подозреваем, с какими будущими знатными, именитыми людьми мы имели дело. У меня такая история была, я проводил эзотерический семинар, организовал, вернее, в Твери. Ну, это такая, если коротко, совсем такая психологическая практика в интересных игровых форумах для исполнения желаний. Очень действенная и потому весьма полезная для практической жизни. Приехал автор методики из Москвы, а поскольку семинар двухдневный, гость ночевал у меня. И он за ужином дарит мне книгу. А прежде спрашивает, а вы знаете книги Евгения Клюева? У меня что-то шевельнуло, но книг я не знал. Нет, говорю, не знаю. О, что вы, это такой знаменитый русский писатель. Это наш выпуск книг. Он живет в Копенгагене, он очень популярен в Европе и в России. Вам будет интересно. Вручает, я так открываю аннотацию. Ба, говорю, это же мой однокурсник. И гость смотрит на меня так изумленно, удивленно, недоверчиво. У него нет основания мне не верить, потому что я не давал повода о себе думать, как о несерьезном человеке. И в то же время трудно поверить. То есть я о книгах ничего не слышал. Я про писателя в Копенгагене говорю, мой однокурсник. Ну вот так получилось, что он выпал. Я его давно видел там в Москве в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Он там что-то преподавал, а я был утвержден на кафедре журналистики соискателем. Но это было давно. Ну не знал я. А оказывается... А оказывается, по счастливой случайности оказался тоже выпускник. Клюев в галерее есть. Но я обращаю ваше внимание, что галерея это не только о том, кто и кем мы гордимся, а это для поступающих. Это история успеха. Посмотрите, что может сделать из простых школьников образование в нашем университете. Вот вы сказали, да, да, Саша. Юрий Дмитриевич напомнил очень важный момент. Он принципиальный. Когда мы говорим об ассоциации, это абсолютно принципиальный момент. И что такое выпускники? Выпускники — это как бы прошлое университета. Но ассоциация создана не ради прошлого университета, а ради сегодняшнего дня и будущего. Почему разговор идёт о будущих, даже о битуриентах будущих встречи? Ну почему вы приходите и беседуете именно с преподавателями школами? Это принципиальный момент. Вот зачем ассоциация должна быть. Кстати, вот вы сказали, вот приходит выпускник. Я вот в этой же книге прочитала. Многие вспоминают. И вспоминают не что-нибудь, а вспоминают, как они первый раз перешагнули. Вот они сначала метания были, вот как Саша-то писал, да? Вот метания, куда, куда идти, туда-туда. А вот он думал всю ночь, пойду-ка я, пожалуй, на исток. Вот я прочитала. И он первый раз перешагнул порог. Там вот была в одном из вспоминаций, что он долго стоял, молодой ещё вчерашний выпускник. Он стоит, и вот тут вот эти вот буря эмоций, которые... Он видит вот этот храм науки, и вот даже что-то внутри вот такое вот подымается у него, да? И вот он пишет, это уважение, это то, что где я буду здесь учиться. Есть сейчас в наших выпускниках, вот те, кто приходит к вам, можно сказать, современная молодёжь, вот этот трепет перед высшей школой, есть он? Конечно, есть. Остался он? Это вопрос, Юрий Дмитриевич. Он у нас действующий профессор. Или уже такой вот какой-то в чём-нибудь базаровский нигилизм? Студенты, они остались студентами. У них прежние ценности. Дружба, любовь, учёба, общение. Добавилась вот работа в последнее время у всех. Ну, такое, такая, такая. Коллективизм, коллективизм. Они такие же креативные в плане вот этих вот студенческих весен. Они также поедут за романтикой в стройотряды. Единственное, что есть некоторые негативные, но мы говорили уже, это, конечно, подготовка, в общем-то, особенно по естественно-научным дисциплинам, физико-математический цикл, она, конечно, хромает. Да? Это в школе наша физика-математика? У нас основа эта была всю жизнь. Ну, вы знаете, вот. И второе, это, я бы сказал, такая у многих отсутствие мотивации. Вот, знаете, вот в этой книге написано, как люди выбирали себе дорогу. Меня вот всегда удивляет, как может девятиклассник узнать, кто он, гуманитарий или он естественник? Да, прислушаться, надо как бы прислушаться к себе, да, ничего не понимая в жизни. В каком? Прислушаться к себе. В 13-14 лет? Ну, как мы Достоевского тоже читали в девятом классе средней школы, когда мое убеждение, что его надо читать. Учитель мне сказал, Маша, ты хорошо знаешь математику, и Маша идет, да, в математический цикл. А Маша может быть поэт. А может быть, она, да, заучила эти формулы? И таких примеров масса, когда математики становятся поэтами, и наоборот. Вот. Вообще, сегодняшних профессоров обычно пытают на тему, ну, как вам нынешнее поколение ЕГЭ? А, ЕГЭ, ну, это, конечно, а мы к этому, мы об этом в сущности и разговариваем, да? Да, да. Мы о качестве образования, вот, кстати, ЕГЭ, уважаемые друзья, ну, то, что вы думаете, это все-таки зло или наоборот, или благо? С моей точки зрения, может быть, меня многие там будут бросать что-то, ЕГЭ – это благо. Это единая метрика, единая шкала для всех. Раньше такой шкалы не было. Теперь мы можем всех выпускников измерять вот такой вот единой одной шкалой. Другое дело, как к ЕГЭ относиться, то ли она панацея и учить только ЕГЭ, да, или учить предмету так, чтобы он сдавал ЕГЭ. Не надо, вот здесь идет вот эта подмена понятий. И ЕГЭ воспринимается как последний решительный бой, но если так, то, конечно, и готовится к последнему решительному бою. Нужно не к этому готовиться. Ну, почему у нас, по большому счету, Юрий Дмитриевич через школу? Нужно изучать предмет. Да. Нужно изучать предмет. Вот и все. Я читал мнение уважаемого профессора Санкт-Петербурга, Татьяны Черниговской. Вы наверняка слышали это имя? Конечно. Она очень популярна, да, в интернете и по жизни. Она сказала, что ЕГЭ – это хорошее дело, потому что это совсем другие студенты нынче. Они говорят, вот вы пропустили по болезни какую лекцию по этой теме, а когда вы нам ее дадите? Вот, мол, они такие. Я очень уважаю Татьяну Черниговскую, но вот в ее примере я с ней не согласен. По-моему, тут совершенно ни при чем ЕГЭ. Это ведь сейчас многие учатся на платной основе. И тут уже включаются рыночные отношения. Оплачено, будьте любезны, предоставьте это знание. И потом у современных студентов уже где-то в сознании, подсознании существуют такие понятия, как будущая профессиональная конкуренция, карьера в хорошем смысле. И поэтому вот они почему стремятся. Хотя, если уж родители оплатили их учебу, то дайте нам. Сполна. Дайте нам. А может быть и другая сторона? Все равно оплачено, поэтому выучить диплом я все равно получу. Ну, это не очень. Конечно, такое действует. Но есть такое. Все равно такое действие. Ну, куда делаться от этого? Процитирую самого себя не потому, что это такая вот, ну, так уж нужная цитата, а просто она имеет самое прямое отношение к сиюминутной ситуации. Я рассказываю о том, что после окончания вуза не работал в школе, но был по совместительству многолетним вузовским преподавателем. И в том числе преподавал на ФОПе даже в политическом институте. Ну, еще, где мы с тобой познакомились. Да. И там, значит, так. Интересно, что даже студенты-технари выбирали журналистику основной профессии. Один спустя годы разыскал меня по телефону и сообщил, что стал военным корреспондентом. Тверская журналистка Ирина Чекунова тоже выпускница политеха, работала в районной газете и до сих пор ведет программы на телеканале Тверской проспект. До сих пор и до сей минуты. Вот и встретились, известно. Да, где бы еще встретиться. Выпускники разных вузов, да. Ирина, а я вот хотел вернуться к тому, что ты произнесла. Вот приходит выпускник школы и чувствует ли он, что входит в храм? Вот этот трепет. Да. Я должен сказать, что вот сейчас у нас, особенно, наверное, и с созданием ассоциации, мы культивируем это чувство. Я о этом говорю конкретно, на таких вот конкретных тоже примерах. Можно готовить специалистов, но нужно готовить и человека. Конечно. Воспитывать человека. И поэтому, когда в 2019 году мы создались, набросали план, 2020 год был у нас юбилеем. Это 150 лет с момента создания школы Максимовича Павла Павловича. Женская школа. С чего? С чего все началось, да? Это истоки. Вот это настоящий храм. Его надо поддерживать в порядке, традиции. И поддерживать, и новые создавать. Это обязательно нужно делать. Потому что прекрасная была школа женская Павла Павловича Максимовича, которую создал на свои деньги. Мало кто из тверичей знает, что конец 19 века был, по сути дела, веком меценатства в Твери. Я сегодня могу, начиная с Морозовой, Баранова, других наших меценатов, которые руководили городом в то время, так и Павел Павлович взял и на свои деньги. Для крестьянских чего не было. У нас были образовательные гимназии, была частная гимназия. А для другого сословия? Ну, это было для других. Это были, вообще-то, дворянские дети, разночинцы, может быть, самый низший уровень. Но крестьянство там не обучалось. Поэтому Павел Павлович, как морской офицер, который в морском кадетском корпусе получил блестящее образование, он учился на одной партии, вот в одном классе, с такими людьми, которые сейчас называют «Морская слава России». Это Истомин, это Белинсгаузен, который чуть-чуть был постарше, он преподавал потом у него. Нахимов, Корнилов – это те фамилии, с которыми Павел Павлович каждодненно встречался. И когда он вышел в отставку, там объективные были причины, и поселился в Кашинском уезде, село Шапели, это имение его. Мы там были, ассоциация приехала, изучила всё вместе с Титовым Михаилом Викторовичем, тебе известно. Вот, мы увидели, что, во-первых, ещё в прекрасном состоянии это здание, и мы узнали, что он вначале попробовал сделать школу для крестьянских детей у себя непосредственно в имении. А потом уже второй, как бы, шаг был – это создание школы для девочек крестьянских. Причём, он понял, и вот ты тоже говорил о том, что мы должны в будущее смотреть, кончилась Крымская война, которая показала, что солдат наш не обучен грамоте-то, что кирпичом ружья-то чистили. В чём одна из проблем нашего, ну, я бы не сказал, что мы проиграли тогда Крымскую войну, но нас здорово потрепали, потому что была объединённая коалиция, как сегодня, кстати. Валерий Борисович, как историка, понесло в голову. Да, 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 понесло, время мало. И вот он сказал, и сказал, наверное, сам себе, что нам нужно готовить армию грамотных солдат. И вот вы представьте себе, я смотрел по архивным документам, что 1870 год, какое количество было, ну, не обученных и почти неграмотных солдат, два класса церковно-природской школы, не больше, и после того, как он выписал три, четыре, пять выпусков девочек-крестьянок, которые пошли в школу крестьянскую, и мы увидели, что там уже 25-30%, а то и 40 грамотных людей, которых можно артиллерии учить, на паровозе, значит, с паровозом работать. За 35 лет школа заняла одно из высших мест среди учебных заведений подобного рода в России или в Европе. Она попала в энциклопедию Брагауза и Ефрона, как уникальное совершенно учебное заведение. Это то, что стоит у исток, это фундамент нашей учебной школы. Если говорить о премьере Павла Павловича, то здесь не только разговор о меценасте как таковом. Дело в том, что он не только с великими людьми был, когда в армии служил, он от рождения был в очень серьезной для премьера среде. Его отец поступил на службу рядовым, уволился полковником. Его дядя был ректором Казанского университета. И Павел Павлович жил в детстве несколько лет у дяди именно. Он много слышал разговоров ученых этого университета, и он тогда уже пропитывался идеей народного образования. И ведь ему приходилось само существование этой гимназии отстаивать, причем неоднократно. Ведь губенское земство не сразу приняло эту идею. Он ее отстаивал. Это было очень непросто, но он выдержал. И даже когда признали уже гимназию, даже субсидии пошли от уровня губернского, он все равно не давал этого губернского управления. Он хотел строить процесс образовательный по собственному усмотрению. Уважаемые друзья, личность, я думаю, что вот сейчас этот рассказ, мы все о нем можем рассказать, заинтересует кого-то, кто-то прочитает об этом. Да. Я бы хотел сказать, Ирина, о том, что наша ассоциация, это наша идея, мы ее застолбили, что мы решили на совете ассоциации сделать памятник Павлу Павловичу Максимовичу. Потому что, когда я учился и кончал исторический факультет, у нас это имя вообще не произносилось. И мало кто знает о том, что он был основателем предтечей нашим. То есть памятник в проекте как? Нет, мы уже собрали деньги, нашли скульптора, и он уже стоит благополучно как два года. Ага, то есть он уже... Вполне достойный. Увековичный. Я тоже как раз хотел сказать, я когда учился, только и слышал понятие, что школа Максимовича, и не больше. Но об этом человеке нужно... А кто это такой был? Да, да, да. Об этом... Я думаю, может быть, у историков это как-то факультативно звучало. Оказывается, тоже нет. Это имя и его пример жизненный нужно пропагандировать. Вообще, вот вы знаете, вот книга, по-моему, вот эта вот «Связь поколения», о которой мы сейчас говорим, да, что даже вот сколько поколений выпускников даже не слышали, что кто это за человек, да? А вот эта книга, она продолжает этот «Связь поколения». Да, да, да. Потому что вот я вот в ней совершенно с другой стороны взглянула на своего давнего друга Олега Михайловича Виноградов. Я его знаю как туриста, как лыжника, как мой сосед по даче. Мы сто лет дружим. И вдруг здесь воспоминания студента, как замечательно, он на кафедре математики преподавал, и многим очень запомнился. Говорю, надо с ним отдельно поговорить по поводу его работы в вузе. И это с некоторой стороны, потому что педагогический труд. Ты работаешь каждый день. Для других людей он как-то не... Ну, далекие люди от этого. Никто не знает, чем ты занимаешься. А в памяти студентов остается? И вот помимо памятника, да, очень много мы сделали вот этот год, 150-летие. Ну, во-первых, вот знак серебряный отлили, да, где изображена решетка нашей ограды старинной, которая до сих пор стоит напротив корпуса ректората. Вензель на решетке. Вензель. Наш исторический факультет, у нас есть такая прекрасная преподавательница Ермишкина, Ольга Константиновна, творческий человек. Вот она издала, допустим, такое. Женщине дадут по дорогу. Это удивительный фотоальбом вместе с текстом, который нужно смотреть. Или, допустим, каталог фото-выставки школы Максимовича. Здесь вот в сжатом виде можно увидеть, как девочки учились, вот какие были классы, какие были одохотворенные лица у этих крестьянских девушек, и какие из них прекрасные рождались педагоги. Ну, это моя мама педоинститут закончила. Педоинститут – это то учебное заведение, которое было переданное университетом. На первом курсе Филфак учился в корпусе первом, где сейчас ректорат. И вот актовый зал, который фигурирует на этих фотографиях, там лекции мы слушали. Кстати, вот эти вот тоже мне можно где-то в электронном виде посмотреть. Да, конечно, их много, картинок много. Да, да. В дворе ректората памятник Максимовичу стоит, прекрасный, который был сделан. Я вот отвечаю, именно благодаря инициативе и работе ассоциации. Университет, вот я думаю, что один просто так, это не потянуло без помощи ассоциации. Да, это на средства выпускников мы сдавали, да, посильную помощь каждой из наших денег. Вот она постподенческое братство, можно сказать, да? Да, это одно из проявлений, да. Вообще, наш университет, он богат на творческие яркие личности. Если одна из них, это Павел Павлович Максимович, то вторая личность, это наш первый ректор университета, Комин Владимир Васильевич. Кстати, книга посвящена именно его светлой памяти. И на сегодняшний день ассоциация вышла с предложением к учёному совету о внесении имени Владимира Владимировича в золотую книгу Твери. И это не единственная прекрасная идея ассоциации, это ассоциация предложила, или ассоциации, да, о переновании улицы Желябова к улицу Максимовича. Максимовича, да. Считаем, что нам очень здорово, значит, повезло, что нас, товарищи в городской нашей администрации, поняли. Где тоже есть наверняка выпускники. Есть, да, конечно, поняли. И мы, когда мы вышли с обращением о том, что одна из наших студенток, Баранова Ольга, которую замучили в гестапо, разведчицы. И мы вышли с предложением о переименовании одной из улиц, ну, называлась Безымянный тупик. Значит, на сегодняшний день эта улица носит имя Барановой Ольги Константиновой. И ещё побольше бы в школах рассказывать, кто это такая, да, вот как вы говорите, что вы недополучали информации. Вообще, это очень важно, это вот оно и есть воспитание. Вот буквально 9 мая мы проводили при помощи очень интересного товарища Корсаков Сергея Николаевича, философ, в Москве живёт. Он работает очень здорово с архивами, он нам подсказал. Наш выпускник. Наш выпускник. Тоже ваш выпускник. И вот мы нашли и внесли, у нас есть памятник, где погибшие преподаватели и студенты, и мы внесли на эти гранитные стелы их имена. Это прежде всего... Можно показать, да? Да, 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 показываем. Это девушка Мария Степановна, значит, которая была партизанкой. Совсем еще молоденькая, смотрите. Вы знаете, это вообще прекрасный человек, была, к сожалению, в 43-м году она трагически погибла во время выполнения боевого задания, она была подрывница. И вот мы её имя сегодня, она враженка тогда ещё Кушалинского района, мы её имя поместили. И второй, Макаров Алексей Семёнович, преподаватель нашего вуза, к сожалению, погиб без вести в 43-м году под Ленинградом. Судьба его неизвестна, но все документы о нём у нас есть. Но вы увековечили эти имена, да? Уважаемые друзья, ассоциация набирает, вот я хотела, у нас, к сожалению, 3 минуты эфира осталось, она набирает себе членов, так скажем, может быть, не все по России знают, что такая ассоциация существует, может быть, мы сейчас обратимся, как вас найти и что нужно? Мы только что учредили сайт. И с помощью его, конечно, мы найдём своих единомышленников, выпускников университета по всей стране и не только. И за рубежом в том числе. А за рубежом тоже, да? Естественно. Что, вот это, что, к будущему, ещё воспоминания планируются, ещё издать? Конечно, дорого, по-настоящему. Да, мы хотели бы ещё издать, но вот как позволит нам финансировать. Воспоминания – это очень такое заразное, что ли, если можно так сказать, дело, потому что, когда только узнали о намерении выпустить сборник воспоминаний, уже нашлись десятки желающих в следующем сборнике поучаствовать. Вот кто так же... На сайте есть рубрика для воспоминаний. Да, да, на сайте искать, да, мы не сказали. На сайте, на сайте ассоциации, мы сказали, как она называется, в разделе была такая история, нужно искать ссылочку на эту книгу. А, отлично. Многие воспоминания, возвращаясь к книге, начинаются сначала, он с трепетом заходит, сдаёт вступительные экзамены, а потом он едет на картошку. Картошка сейчас осталась? Да, 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 там очень много. Нет, нет, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас нет такого. Сейчас студенты, наверное, уже не знают, что это такое. Нынешний проректор, один из, счёл, что самым памятным в студенческой жизни была именно картошка. Картошка, конечно. И студенческие строительные отряды. А студенческие строительные отряды, конечно, никуда от этого не деться. Мы много уже времени уделяли ССО, и, кстати, воспоминаниях есть специально по студенческим строительным отрядам. Но картошка, я заметила, практически каждый. Потому что это, на самом деле, незабываемое. Это романтика, это первое знакомство с группой, это что-то новое. Создание коллектива. Да. И я вспоминаю нашу студенческую картошку, это тоже было незабываемо. Возможно, если бы мне нужно было писать воспоминания, я тоже бы начала с неё, естественно. Самое памятное в студенческой жизни – это общение, это роскошь этого человеческого общения. И те друзья, которые ты находишь там, нашёл в студенческой жизни, которые остаются потом на всю жизнь. Это да. А Ваше пожелание нынешним студентам? Какие? Последние минуты эфира. Хотелось бы пожелать быть патриотами нашей Родины, особенно вот в эти тяжёлые дни, когда наша Родина, по сути дела, борется со всем Западом. Дай Бог, чтобы все мы осознавали, что это наша Родина, её надо защищать. И растить в себе благодарность тем, кто учит жизни, учит знания, учит науки, которые нужны очень для дальнейшей жизни. Юрий Дмитриевич, Ваше? Моё пожелание – это грызь гранит науки. И не поломать зубы. Не поломать зубы. Но сейчас томатология хорошо работает. Это нужно прежде всего нынешним студентам, так же, как было нужно нам. Кажется, что этот предмет не нужен, кажется, что зачем. Но всё это создаёт вот ту базу, обладая которой, можешь достаточно хорошо ориентироваться в жизни. Можешь работать в разных профессиях. Даже не в той, которую ты приобрёл в университете. И быть вот таким вот человеком, ну, креативным, раскованным. Ну, современным, я скажу, да. Да, вот, кстати, воспоминания. Я не обращала. Какая-то деталь, которая отложилась на всю жизнь, и потом она мне через 20 лет пригодилась. Вот это то, чему научили в университете. Действительно, откуда мы знаем, что нам в жизни пригодится. Спасибо огромное, друзья, за участие в программе. Дай Бог, чтобы ваша ассоциация крепла, ещё крепче стояла на ногах, да, и приобщалась, и вышла очередная книга воспоминаний. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова